Robotcom.ru Самый лучший, самый быстрый, самый тихий и производительный игровые компьютеры только на этом сайте. А самое главное здесь низкие цены. Покупая на этом сайте компьютер, вы получаете скидку при оплате, а также подарки. Лично я купил на этом сайте себе игровой компьютер, а не на граммный пожилет. Robotcom.ru, ссылочка под видео. Всем привет дорогие друзья, я рад вас приветствовать на своем канале. С вами Виторган177. На обзоре у нас сегодня будет EO3323, экскадуатор гидравлический. Автором данного мода у нас является глушак. Данный мод залит в Steam. Также он доступен для скачивания на сайте STMods. В принципе на сайте STMods он появился первоначально. Потом, так как я знаком с данным автором, спросил у него разрешение на заливку данного мода в Steam. Благодаря чему получил разрешение положительное. И собственно говоря, этот мод вы также можете скачать из Steam. Ссылочка присутствует в моей группе, ссылочка присутствует на сайте STMods. Все там уже присутствует. Короче, все прекрасно и замечательно. Многие бы задались вопросом, а нафига? А нафига вот этот трактор, он вообще в Spintires нужен? Не знаю как то, но лично я ждал этого трактора с большим нетерпением. Чрезмерно большим терпением. Потому что им легко осуществлять погрузку бревнами. Очень реалистично все это дело смотрится. И как говорится, мод имеет место быть в игре Spintires. Поэтому самый офигенный погрузчик, ну может быть не самый офигенный, но по крайней мере нужный погрузчик в игре Spintires. Вчера буквально, вчера накануне проводили стрим по карте в российской глубинке. Осуществляли погрузку как раз таки благодаря вот этому трактору. Но не вот этому, а вот тому, что вот этому трактору. Понятное дело, ковшом ни хрена ты не погрузишь. По большему счету, данный трактор нужен с ковшом, я так предполагаю, для оригинальности модели. Потому что, понятное дело, я вот честно говоря, в реальной жизни, вот с такой вот скрабом таким, я честно говоря, данный трактора не встречал. Но зато, зачастую, встречал вот в таком исполнении трактора, вот, ездили они по дворам, копали они ямы под замену труб, ремонта, там еще чего-то. Вот, и на самом деле, они были очень тихоходные. Вот, о тихоходности я хотел бы, собственно говоря, затронуть. Описание к данному моду, описание было взято с сайта STMOD с небольшой такой допиской, но это уже в конце. Значит, из описания, на EO3323 экскаватор гидравлический, имеет очень маленькую скорость, и через несколько десятков километров нагревается масло, и он встает. Поэтому перемещение машины на приличное расстояние осуществляется за счет буксировки. Жесткая сцепка входит в комплект модели, управление манипулятором идентично дефолтному. Этот мод никак не облегчит вашу работу по вывозу леса, но вполне сгодится для сюжетки. Ну, на самом деле, сюжет для любой карты, если грузитесь вот именно трактором, а не какой-нибудь там аркадной погрузкой, очень даже смотреться будет реалистично. Значит, мод содержит два экскаватора, один с ковшом, другой с охватом. Вот, значит, и это то, что я дописал. В конечном результате у нас получается два своих аддона, свой звук двигателя, вид из кабины и анимация руля. Еще раз напомню, автором мода у нас является глушак. Значит, относительно, значит, относительно вида из кабины, вот вид из кабины, анимация руля, все анимировано, как бы сечики-пуки, вон колесики поворачиваются, даже отсюда можно наблюдать с видом из кабины. Вот, давайте заведу. Ха-ха, вообще жара, да? Звук вообще просто... О, огонь, ребят! Вот именно такой вот звук мне помнится на этом тракторе. Вот один в один. Вот. Ну, давайте, ладно, прибегнем все-таки к оригинальной модели, именно с ковшом, для начала нашего обзора. Для того, чтобы, ну, придумать такую небольшую сюжетность, наверное, подъедем мы вот к этим камушкам и попробуем что-нибудь загрузить. Значит, перед этим мы еще с вами поставим дополнительное топливо, дающее нам 420 литров сзади. Вот видите, у нас две бочки здесь падают. Одна стоит, другая валяется. И присутствуют еще, ребят, стеклушки. То есть, у нас изначально трактор идет без стекол. Благодаря данному аддону устанавливается вот здесь сбоку, сзади и вот здесь снизу стекло. Вот. В таком стеклянном исполнении мы можем с вами передвигаться. Значит, по всем присутствующим функционалам. Ну, понятное дело, стрела. Это активирует нам стрелу. Кнопка вернуть возвращает наш трактор в исходное состояние. Значит, вращение с захвата, понятно, круть вверх. Кстати, а что оно происходит, если мы с ковшом? Какое вращение с захвата? А, вот, ковш у нас тудема-сюдема начинает ходить. Понятно, понятно. Ага, понял, все. Значит, фронт-суппорт. Да что ж такое, прошу простить. Фронт-суппорт опускает наш передний отвал. Приподнимая, причем, трактор от земли. Также репэр-суппорт у нас опускает лапы в задние шмандыки. Хопа! И в таком, ребята, состоянии трактор находится сейчас в подвешенном состоянии. То есть, мне кажется, если я сейчас начну трогаться, у него наверняка колеса будут вращаться. А-а-а! Поехали! Та-дин-та-дин-та-дин-та-дин-та-дин-та-дин-та-дин-та-дин-та-дин. Прикольно, да? Ну, кстати, на самом деле, именно так оно все осуществлялось в реальной жизни. То есть, вот, прежде чем начать работать, сначала трактор вывешивался. То есть, давались такие определенные точки опоры, да? Чтобы трактор не перевернулся. Вот, давайте опустимся. Вернемся, так скажем, на землю с небес. Вот, все, лапки убрали. Копшик подняли. Ну и давайте попробуем съездим погрузить какие-нибудь камушки. Анимация бочек, ребята. Хочу обратить ваше внимание. Видите, они тут у нас сзади трепыхаются. Прикольно, да? Ну, давайте замахнемся, мням-ням, на большой камушек. Вот, а тут уже, как бы, как говорится, как карта ляжет. Получится, не получится. Если не получится, возьмем что-нибудь помельче. Да. Вы посмотрите, трактор круть-верть-верть-круть, а камень не колышется. Давайте поближе подедем. Они, походу, еще как бы не адаптировались, эти камушки. Их надо, наверное, пошевелить немножко, чтобы они, так скажем, заземлились немножко. О, один другой залез. Ну, волшебная игра с Кинтайреса. Это у нас все возможно. Так, ну давайте вот этот камушек. Он у нас одинокий стоит, да? Давайте попробуем его. Давайте, типа, сделаем. Вывесим его, дадим дополнительной точке опоры. Опор. Опа. Активируем стрелу. О, и, собственно говоря, попытаемся его поднять. Походу, не, ребят, мы, наверное, его не поднимем. Он вообще не колышется, представляете? Тяжелый, видать, этот камушек для тракторка. Давайте хотя бы... О, к себе. Нет. Нифига, мы его зафутболили. Не беда, у нас трактор поворачивается. Мы сейчас его догоним. Но не знаю, не обещаю, ребят, что я погружу именно вот этот камень. Слишком он какой-то прям, блин, недоступный какой-то прям получился. Ядрит Мадрид, как нас подкинуло-то. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, ну сложно, сложно с таким камнем совладеть. Давайте попробуем какой-нибудь поменьше тогда. Достанем, нет? Эй-эй, давай, иди сюда. Эть. Ну, вообще, вчера я, когда делал скриншот для того, чтобы опубликовать данный мод в Steam, я, в принципе, у меня получалось поднять этот камень. Камань. Хе, по-нерусски заговорил, что-то я. Камань. Камань. болеет вот и такое происходит это получается дого время обзора ты все это еще происходит вон она чего лажаю ребят лажаю прямо во время обзора стыдобей так ну давайте ладно поменяем позу этим можем даже в такой позе ребят на бикрей до поездить прикиньте вообще офигеть просто просто мод вообще великолепен ребят офигенен просто так ну давайте ладно давайте с этого ракурс под пробуем подобрать хоть один хотя бы камушек правда они тут тоже слепились зараза такая у нас ребята получил добрый вечер мы к себе его положили ать промазал семён семён опять не по не поймал это рыбалка какая-то ребят каменная поймай камушек называется но управление на самом деле до ужаса легкая вот на самом деле вот и я как бы без какого-либо преувеличения сейчас говорю о поймал давайте наверное заспавним какой-нибудь автомобиль ну не знаю ну давайте а-ля 130 какой-нибудь ну где он там на 130 130 ком цумер на майной шишка вот так вот 130 давайте поставим пересядем в него значит бортовую дар поставим дам бортовая платформа и типа осуществим погрузку благодаря этому трактору в этот зилт пересаживаемся стрелу активируем ой опаньки положили камушек прикольненько конечно вы нажалка я вот этот большой конечно не загрузил были бал было бы вообще офигенно если у меня получилось бы большой камень загрузить блин они вообще просто какие-то камни эти я не знаю нереально просто с ними совладеть обалдеть они вообще не шевелится вот хочешь не хочешь они даже не шевелится он зато вот это шевелился может мы его скинем или мы забагуем вообще камень в нас залез я так думаем нам от этого легче не будет это явно да у меня даже пересова по опускается по вроде как вывалился давайте попробуем избавиться хоть как-нибудь от этого камня потому что честно говоря он не нравится абсолютно то что он к нам туда попал но блин тяжелый камень и ребят мы стопудово не поднимем то есть не тяжелая большой потому что он тяжелый о маханьки выбился маленько ухи дрит мадрид я вот не понимают физику вот этих камней то то их блин с места не звенит что они как эти были начинают летать как в одно место ужаленное короче заморачиваться можно очень долго и упорно но по факту мы ничего с вами не походу не сделаем хочет камушек потемнел вроде был беленький стал какой-то а первой передачи на блоку на и на и на 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 погнали да он с камушком с мандыки шмандыки вот можно так погонять с камушком но еще раз ребят напоминаю о том-то то что хотел разгрузиться не получилось еще раз напоминаю о том то что преимущественно преимущественно как бы вален не хочет разгружаться сейчас я разгружу разгрузил так ну давайте теперь наверное осуществим погрузку благодаря нашему второму трактору значит приехали мы типа на погрузку такие деловые зилок 130 настоит дожидается как же так не может быть зилок 130 приехал давайте срочно использовать трактор для погрузки так у нас заправить получи оба волшебное движение рук у нас трактор заправлен установлены топлива установлены стекла все 33 удовольствие лишь бы никто не плакал так ну вот и начинаем мы здесь с вами значит работать приехал зил давайте мы его загрузим давайте проверим как она это все происходит вот теперь и через ребят теперь еще у нас начинается вот как раз таки симулятор вот симулятор тот который возможно многие любят юзы многие любят юзы благодаря тому что у нас есть игра спинтайрес вот потому что я честно говоря говоря не любители всевозможные аркады а вот симулятор ребят эта тема вообще офигенная поэтому поэтому использование данного трактора на той или иной карте будет особо актуально значит соответственно манипулятор у нас работает вот чики-пуки благодаря цифре 7 у нас активируется захват ну или нажатием вот здесь вот там как как хотите хотите мишкой мышкой вот хотите к цифер к 7 как бы как вам больше нравится как вам больше удобно это по большему счету не шибко принципиально а я я я я я я не дотягиваюсь надо было зелком то поближе мне подъехать наверно да а я я не а я ну давайте пересядем зелок и собственно говоря его маленечко поближе подгоним а то что мы действительно так далеко встали в козла бы не впендюрится а то козлы нынче злые урон так и норовят нам нанести так вернулись обратно активируем опять стрелу и осуществляем погрузку зела 130 кладем первые два бревна и что-то меня заколбасило то так рт у нас поворот собственно говоря самого этого краба захвата да вот значит у нас два бревнышка положат а покладина засунута спавним еще два так теперь главное чтоб не 130 не мешал для того чтобы погрузиться и вот таким вот макаром ребят захватываем очередные два бревна и и укладываем их аккуратненько сто тридцатый зил ну и вот собственно говоря мы погрузились таким макаром ребят с вами на два очка вот пожалуйста 130 погружен можете ехать заполнять пилорамы на ну правда не на хардкорных картах на 130 особо как говорится не позажигаешь на хардкорных картах вот ну вот можете спокойно да он по какой-нибудь там среднячковой карте да вот так вот на 130 поджигать но это я так конечно все утрирую по большему счету пофигу какую машину вас будете загружать благодаря этому трактору вот абсолютно не принципиально вы можете также загрузить и собственно говоря машину с длинным распуском ну к примеру к примеру возьмем с вами 255 крас дефолтный 255 крас добавить гаражик платформа лесовоза маячки удлиненный распуск вот пожалуйста да вот принципе мы по моему готовы погрузки или нам все-таки наверно стоило бы подъехать поближе ну давайте подъедем поближе принципе горит не беда да я думаю руки то есть у нас по плоти подъедем а то я боюсь не дотянусь все выровняем немножко машину ой 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 нету не в ту сторону колеса повернул как-то вот так наверное вот тип того ну ладно а по идее главное что бревно заспавнилось вот заспавнилось отлично пересаживаемся обратно наш трактор и осуществляем погрузку на 6 очков благодаря длинным бревна но как бы гружу от и до до со средними бревнами естественно также будет все все понятно я думаю всем вот не вижу смысла экспериментировать вот единственное попробую сейчас захватить два длинных бревна во время прохождения вчерашней карты два бревна было достаточно честно говоря тяжело поднять одновременно вот по одному как бы ясно до поднимутся и глазом не моргнут а вот насчет двух не всегда у меня получалось ой 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 ну принципе получилось смотрите ребят принципе все получилось как бы стрелу нашу сторонку чтоб не мешало грузиться воля ребят 6 очков крас 255 погружен двумя длинными бревнами вообще просто изи я считаю просто изи как нефиг нафиг вот таким вот принципе такими замысловатыми движениями у нас осуществилась погрузка на 6 очков просто офигенные что вот заполнил пилораму вот такими незамысловатыми движениями вот но в принципе ребят как-то вот так вот я считаю что возможно кому-то этот трактор не понравится потому что он именно такой симуляторный да не понравится потому что он симуляторный потому что далеко не каждый любит играть в режиме симулятор и более того осуществлять какие-то манипуляции в сторону реалистичности есть такие люди которые любят именно вот по аркаде чуть появилась какая-то новая карта взяли мод по проходиме и вот взяли мод чтобы он еще и плюс ко всему возил там за раз 16 очков вот взяли короче все что вам нравится все что вашей душе угодно и собственно говоря убили карту на 10 пилорам за полчаса я или не любитель таких вещей буквально прохождение как бы показательное такое прохождение было вчера накануне этого обзора карта в российской глубинке прекрасная карта проходили с огромным удовольствием и собственно говоря благодаря чему и проходили и достаточно долго вот проходили ее долго не потому что у нас руки из чего-то там растут да вот а потому что ну на самом деле красивая карта и кощунить и как говорится там возить по огромному количеству очков за раз тоже абсолютно не было никакого желания ездили с огромным удовольствием и проходили эту карту и грузились мы как раз таки вот этими тракторами вот я считаю что многим эти трактора под при будут по душе вот буду мониторить лайки в стиме буду также мониторить на сайте с эмоций этот трактор в плане с количеством скачиваний я думаю многие его оценят поддержат лайком как в стиме так собственно говоря и на сайте с эмоций вот и от этого автора будет только приятнее так что имейте ввиду огромное спасибо глушаку за столь хорошую проделанную большую грандиозную великолепную работу вот просто чрезмерно благодарен и также отдельно благодарен за разрешение то что можно разрешил залить этот мод стим вот потому что для меня это особенно актуально потому что именно такой тракторок я думаю не раз помещу как минимум я помещу на свои карты где-нибудь в районе лесоповала хопа поставил его вот приехал кто-то в режиме симулятора чмандык шмандык погрузился и вы своя сюда там на пилке поехал вот как бы в приоритете вот у меня идут сейчас вот они два трактора вот и new holland да идет у меня в приоритете или идет вот у меня теперь еще и вот этот тракторок для погрузки вообще просто опупеннейшие две техники вот спецтехника просто обалденная вот и так что я думаю не я один буду пользоваться этими тракторами и ставить их на лесоповала рекомендуем всем карта делом ставить нужен не нужен это уже как бы решат те кто будут проходить карту вот поставить я думаю не составить ни для кого никакого труда более того может быть а какой-то даже мануальчик запишу как поставить мод из стима на карту вот все это делается буквально за пять минут никакой никаких проблем там нет в этом нужен мануал такой запишу ребят тут все ради бога вот комментарии на ютюбе вконтакте они безусловно всегда приветствуются если тем более что если вам действительно это видео нужно я вам расскажу я не знаю рассказывал бы рассказал рассказывал ли псих 19 рус на своих этих обзорах как делать карты но я вам расскажу и покажу и как это все делается буквально вот прям детальности вот на ваших глазах скачаем от грубо говоря вот и помещу его собственно говоря steam тому покажу какую папку залезть что нам нужно оттуда из этой папки заимствовать и как это все дело прописать на карту все это делается легко и просто еще раз повторюсь так что я думаю вам это видео понравится тем не менее ваши комментарии будут в приоритете нужно ли вам это видео карта делом или не нужно на этом я заканчиваю ребята я думаю более чем познавательное видео наверное быть не могло всем огромное спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте вступать в мою группу вконтакте витарган 177 скачать данный мод вы сможете на сайте ст мод также в моей группе и безусловно ссылочка под видео и стиме этот мод тоже доступен всем спасибо и всем пока